Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвер Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Сегодня мы продолжаем путешествие по вселенной Гарри Поттера и его друзей. Мы с вами начинаем третью часть с похождений юного волшебника под названием Гарри Поттер и Узника с Кабана. Эта игра будет существенно отличаться от предыдущих двух частей. Во-первых, графикой, во-вторых, я надеюсь, игровым содержанием. Пошла загрузочка игры. Надеюсь, без вылетов. Надеюсь, все у нас получится. Да, заставка пошла, это хорошо. Мы увидим с вами злобное животное. Ну, я не буду открывать пока карты все. Что это за животное, мы узнаем уже в течение игры. И Хогвартский великолепный экспресс, несущийся в бурю. Здесь написано, что из тюрьмы Аскабан бежал Сириус Блэк. Оттуда еще никто и никогда не убегал. Двенадцать лет назад Блэк убил тринадцать человек одним единственным проклятием. Ну, в Хогвартсе это нам точно ничего не грозит. Гарри, в чем дело? Рон, вчера вечером я слышал, как твой папа говорил о Сириусе Блэке. В Министерстве магии думают, что он охотится за мной. Блэк сбежал, чтобы добраться до тебя? О, Гарри, тебе нужно вести себя очень осторожно. Не ищи неприятностей на свою голову. Я никогда не ищу неприятностей. Они находят меня совершенно самостоятельно. Но его же обязательно поймают, правда ведь? Ну, в смысле, его же ищут еще и маглы. Короста, вернись! Ты что, не в состоянии следить за своим чудовищем? Успокойся, Рон! Ты же не хочешь разбудить профессора Люпина! Не волнуйся, Рон! Мы поможем тебе найти Короста. Ну что, друзья, мы уже начали. Нас ждет уже игра, как вы видите. Гермиона, этот твой кот социально опасен. От предыдущих двух частей отличает нас то, что нет долгого чтения предыстории игры. Сразу нас бросают, как говорится, в Хогвартский экспресс, где мы приступаем. Наверное, к обучению. Сейчас будем с вами обучаться. Естественно, на моей клавиатуре. У Гарри Поттера слегка огрубил голосок. Он стал такой, как у Гойла в прошлой части. Но графика шагнула, конечно, вперед. Смотрите, как четко прорисованы лица и мимика во время диалогов. Гермиона теперь не квадратная. И Рон у нас не треугольный. Профессор Люпин даже похож. Я сначала задумал, зомби какой-то валяется. Это профессор Люпин. Он, правда, еще не проснулся, хотя... Хотя Гермиона уже знает, что это профессор Люпин. Вот этот момент я не помню. По книге она сразу знала? Это дверь заперта. Или он представился потом? Дверь заперта, несмотря на то, что Люпин еще внутри. И Кольт Живоглот. Его так, по-моему, зовут. Продолжает тоже дремать. Ну что, пошли искать Коросту. Короста, напомню... О, хватит, невезуха. Ну и где нам теперь искать Коросту? Напомню, что Короста это любимая крыса Рона. А вот наши старые друзья, они едут без Драко Малфоя. Странно. Как же так? А где же Драко? Гойл тут сидит. А, вот Драко, да? Да, Драко едет в отдельном купе. Он с дурачками вместе не ездит. Поискал бы ты эту вашу крысу, а то Живоглот найдет ее первым. Да, я не ошибся. Все-таки кота зовут Живоглотик. Живоглот просто не понимает, что охотиться на Коросту это плохо. Привет, Гарри. Здорово. А войти я не могу. Гарри, поискал бы ты эту вашу крысу. Вот она. Вот она. Гарри, эту дверь можно открыть заклинанием Аллахомора. Чтобы привести в действие волшебную палочку, нужно нажать и удерживать левую кнопку мыши. Пока наводишь палочку на цель, держи кнопку мыши нажатой. Постараюсь играть без кнопки мыши, потому что до мышки не дотягиваться далековато. А теперь отпусти кнопку мыши и зак... Гарри, нужно открыть эту дверь. Нажми левую кнопку мыши и не отпуская ее, укажи на замок. А потом отпусти кнопку и заклинание сработает. Слишком много диалогов. Просто на каждое движение по диалогу. Куда бы я ни направился. Но я с этим справлюсь. Так, ну что? Вот она. Бабах. Это грузовой отдел, где перевозят животных, наших учеников и... Как я... О, нет. Пойдем, а то меня просто эти диалоги убьют. Мне нужно идти вперед. Мы должны подпрыгнуть и перебраться через эти ящики. Ну ладно, ты первый. Иди вперед к ящикам. Щекни правой кнопкой мыши и ты подпрыгнешь. Обязательно. Сначала посмотрю, что здесь в ящичке. Ящички не открываются. А ну попробуем мышкой. Да, мышкой быстрее я бы искал. Все, иду, 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 иду. Все, 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 я пошел. Отлично. Четыре Берти Ботс я собрал. И... Подход к двери. Кстати, давайте посмотрим меню. Да, здесь тишина наконец-то. А то там совсем голову срывает. Так, я чуть-чуть подубавил звук. Может они чуть-чуть тише будут кричать. Так, по ролик портретам, друзья. Это общая статистика у нас по нашей игре. Как вы видите, коллекционных карточек теперь 80. Но там тоже, по-моему, было 80, да? 40 бронзовых, 30 серебряных. Да, там тоже было 80 и 10 золотых. По ролик портретам. Это что-то новенькое. Бои с Пикси. Полеты на Гиппогрифе. Бои с Чудовищной книгой. О Чудовище. Практику по Гладсосу, Драконию Форсу. Ну, это практику. И практику у нас будет всего лишь 3. Нифига себе, там было больше. Там было 5 или 6 в прошлой части. Смотрим, что дальше у нас здесь. Это карта мародеров. Карту мародеров можно получить у Фреда Уизли. Напомню по истории Гарри Поттера. Карта мародеров это такая карта, на которой можно отследить любого учащегося, бродящего по территории Гриффиндора и его окрестностях. Будет довольно интересно посмотреть, как это работает. Вот это мне не знакомо. Это меню пароли к портретам. Пароли можно приобрести в лавочке Фреда и Джорджа. Что такое пароли к портретам, непонятно пока. Так, на этом экране можно увидеть заработанную вами карточку. Карточки выдаются за каждый успешно пройденный этап любой мини-игры. Вот, Пикси, Гиппогриф и Книга с чудовищами. Это мини-игры. Их будет всего 15. Довольно интересно посмотреть, что это будет. Так, это у нас типа зелья, которые мы готовили в прошлой части. Конфетки, тыквенное печенье, волшебные кексы можно обменивать на товары из лавочки Фреда и Джорджа. Это 5 конфет, тыквы и слизь, да? Это что такое? Запас... А, это кексы. Тыквенное печенье, это кексы, а это Берти Боц, и можно что-то создавать, да? Тыквенное печенье, естественно. Посмотрим, как это будет выглядеть. Это что такое? Здесь можно увидеть количество собранных вами щитов. Это 3 практикума, которые нам нужно будет пройти. То есть мы узнаем с вами 1, 2, 3, 4 новых заклинания. Или 4 практикума, наверное, 4 практикума. Но в любом случае, 4 новых заклинания нас ждут. И альбом. Вы же берите нужный раздел. Драконы, знаменитые великаны. Здесь уже нет серебряных и бронзовых карточек. Мы с вами видим разделы по... ...ведьмам, чудовищам, великанам. То есть по классам и группам различных волшебных существ. И знаменательных событий в игре. Ну все, а это жизнь и здоровье наших главных героев. Теперь, я так понял, у нас не только Гарри Поттер будет участвовать во всех сражениях. Но будет учтена также выносливость Иррона и Гермионы. Ну что, довольно интересно. Найдите Карвоста, это основное задание, которое... А это выход из игры. Нет, не надо выходить. Возвращение к игре. Ну что, стало немножко тише, по-моему. А может быть и нет. Ну да ладно. Сейчас нас обучат еще парень... ...заклинаний. Кто-нибудь из нас сможет сотворить заклинание Депульса? И вот я уже управляю, друзья, Гермионы. Смотрите, как я и говорил, мы с вами теперь... Я помню, как применять Депульса. Надо щелкнуть левой кнопкой мыши и не отпуская ее, навести курсор на цель. А потом, стоит отпустить кнопку, заклинание сработает. Как вы видите, да, теперь мы управляем Гермионой. Вот это уже новшество мне нравится. А как менять персонажей? Я помню, как применять Депульса. Ладно, я понял тоже. Надо шелкнуть Депульса. Молодец, Гермиона. Ну и где теперь эта твоя крыса? Запертый сундук. В них обычно что-нибудь лежит. Гермиона, используй заклинание Аллахомора. Нужно открыть сундук. Аллахомора! Я так понял, персонажам нам выбирать нельзя. Их будут подбирать нам автоматически. Аллахомора! В зависимости от ситуации, да? Ну, скорее всего, так будет логичнее. Потому что кнопки замены нет. Персонажа. Так, открываем. И Аллахомора добиваем еще пару конфеток. Конфетки стали более такие качественно прорисованные. Заклинание Аллахомора теперь тоже как-то стало более красиво. Нет теперь линии с ключом, которая идет от начала палочки до сундука. А это сохранение, да? Слава богу! Давайте подойдем к книге сохранения. Теперь, если с нами что-нибудь случится, все мы сможем вернуться назад во времени. Отлично. Сохранение прошло. Я думал, это уже вылет игры. Я уже все, простился с игрой. Но здесь она как-то происходит намного дольше, чем в первых наших версиях. Так, я вижу Коросту. Может сразу ее бабахнуть, а? Нет, Коросту идет дальше. Коросту убежала за эту стену. Кстати, Рон, занялся бы ты дрессировкой своей крысы. Ничего себе! Шкаф закрыт на волшебный замок. Придется колдовать всем троим. Я начну, а вы присоединяйтесь. Нифига себе. Рон что-то знает. Так, раз, два, три. О! Люмиус. А сзади у нас нет никакого больше сундука, нет? Люмиус! Опа! Стена ушла, а теперь мы можем свободно пройти. А эту дверь от нас закрыли. Ну-ну. Годится. Это не сундуки? Нет, это не сундуки. Берегись! Старшие книги! Кто-нибудь еще? Помнит заклинание Депульса? Депульса! 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 Да уж. Здорово повеселились. Да уж. Это были опасные книги, они кусались. Люмиус продолжает держать стену у нас открытой, и мы свободно можем пройти. Дальше. Как сюда попасть? Шоколадная лягушенция. Круто! Шоколадные лягушки. Они помогут нам восстановить силы после потасовки с этими книжками. О! Конфеты собираю уже не только я. Их собирают вся моя компания. А это кнопочка. Депульса! Депульса, который откроет вход к сундуку золотому. И конфеты, кстати, в этой части скромнее разбрасываются. Тогда я собирал их по всей карте, а сейчас они просто выпадают перед сундуком. Что здесь у нас? Странный какой-то вагон. А что в этих клетках? Окей. Так, снова берем Гарри Поттера. Офигеть. А это что за зелье? Вагон с зельями. Вагон с существами. Ну, я думаю, спауки сейчас должны выползти на нас с вами. Гороста привет. О, вы только гляньте, кто здесь. Поти и Визгли. Мне следовало бы знать, что это жалкое подобие крысы имеет к тебе непосредственное отношение. Драко-малфой. Ты, значит, едешь вместе со всяким зверьем. Да уж, где ему еще искать себе друзей, как не здесь? На самом деле, мне бы хотелось тебя кое с кем познакомить. Вот теперь все здорово повеселятся. Опа. Ой, нет. Что это за кошмарная книга? Похоже, это экземпляр чудовищной киги-чудища. Заклинай страницы. Гарри, надо сбить их из воздуха. Ну, покажи им. Рикту-самбра. 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 Меня ранили. Рикту-самбра. 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 Волшебная карточка Как раз для моей коллекции Если мы как следует обыщем Хогвартс То сможем найти все 80 коллекционных карточек После того как мы нашли коллекционную карточку Можно заглянуть в альбом Нажми клавишу Escape И щелкни на изображение карточки в верхней части экрана С удовольствием Карточка у нас скромно добавляется Видите И портрета что-то там нет Так, карточки у нас здесь Первая карточка из знаменитых волшебников И это Фулберт Робкий Фулберт Робкий 1014-1097 Знаменит своей исключительной трусостью Никогда не выходил из дома Погиб под обломками своего жилища После неудачного применения защитных чар Ну что ж Блин, главное не выйти Игра шагнула настолько вперед Что мне уже не нужно читать карточки За меня это читает диктор И мы обязательно все карточки Все 80 Все конечно найдем Прослушаем И узнаем что к чему В общем сложности с этой книгой были в том Что я думал надо в книгу еще подстреливать А нужно было просто убить все ее страницы И она автоматически сама сдохнет И без того чтобы в нее стрелять Давайте посмотрим что здесь у нас за окном Идет дождь Пока мы приближаемся к Хогвартсу А здесь прям светит солнце Все вместе Ладно Как нам Куда нам идти дальше А нам сюда надо найти Скорее всего да Кто-то на наш Хогвартс нападает Нас сохранили Я запер дверь Мы ждем Люпина А что не могу двигаться Я вообще не могу А Вот так это работает Охренеть А где еще здесь что нажать Что куда стрельнуть А вот Есть Люпин давай Где же ты Люпинище Вот Я сдерживаю как могу Гарит Гарит И в безопасности Друзья Это дементоры Это были дементоры Гарри Ты в порядке Эй Что случилось Что это было Дементор Дементор Из Аскабана Давайте-ка вернемся Мы будем в Хогвартсе Через несколько минут Гарри С тобой точно все в порядке Все хорошо Я в норме Он только вас не узнает чуть-чуть А так все нормально Ну что ж Вот такое вот обучение Краткое у нас было И сейчас начнется уже Непосредственно сама игра Старый добрый Хогвартс Гарри Брон и Гермиона Были счастливы Снова оказаться в Хогвартсе Я тоже кстати Встреча с дементором Не причинила Гарри Серьезного вреда Но усилила терзавший Его страх Трое друзей Поспешили на первый урок Им не терпелось Вновь приступить К занятиям Я профессор Люпин Ваш новый преподаватель Защиты От темных искусств Тема нашего первого занятия Заклинание Карпе Ретрактум Рон Уизли Подойди ко мне Пожалуйста Ух ты Нежданчик Друзья Я Гермиона колдует Куда лучше меня Рон У тебя все получится Прошу Тебе в эту дверь Обычно Гарри Поттер Все проходил У нас в прошлых частях А теперь Рону доверили Это занятие Вот это уже перемены Наконец-то Все друзья Будут участвовать Вместе По очереди Эй Профессор Люпин Ну что Рон Приступим к выполнению Практикума По Карпе Ретрактум Выполняя практикум Можно собирать щиты Некоторые из них Хорошо спрятаны Найдешь все 10 щитов Сможешь посетить Призовую комнату Если в первый раз Ты не найдешь все щиты Можно вернуться сюда В любое удобное Для тебя время Когда ты найдешь Последний щит Практикум будет выполнен Итак Начнем Заклинание Карпе Ретрактум Обычно используется С двумя целями Чтобы подтянуть К себе какой-нибудь предмет Либо чтобы переправить К этому предмету себя Найди статуэтку Которую можно заколдовать Сделай это И посмотри Что у тебя получится Ну что уж Сразу нас в практикум бросают Довольно неожиданное Конечно такое начало Обычно мы сначала Погуляли по Хогвартсу Немножко осваивались А потом только шли на уроки А здесь же Смотрите Нас бросают сразу в бой И я вижу сразу Несколько существенных отличий В этой игре От предыдущей Например То что нужно собирать Не звезды А теперь щиты Ну это в принципе Не столь важно Но все же И вместо заклинания Дефинда У нас появилось Другое заклинание От виде вот этой птички А Дефинда Я не знаю Почему они заменили Чем оно им не понравилось По крайней мере Такие функции Оно выполняло Ладно Давайте двигаться Вперед Что мы здесь С вами видим Друзья Мы с вами видим 5 Найденных Ненайденных Секретов Вот они Показаны И 10 щитов То есть всего 5 Секретных комнат Найти нужно И 10 щитов 3 наших персонажа 3 наших Персонажа 2 из них Не активны Значит Выступает у нас Сейчас Арон В главной роли Очень круто Что задействовали Всех троих Я в прошлых сериях Жаловался Что Гарри Поттер За весь Гриффиндор Отдувается А здесь теперь Дали Всем друзьям Определенную роль В этой игре И это очень здорово Ну что Вперед Давайте пробовать Давайте пробовать Двигаться Дальше Как это работает Ух ты Притяжение Притяжение Чем-то напоминает Заклинание Спонги Фай Когда мы прыгали С одного места На это И вот оно работает И вот Депульсо Да Вместо Дефиндо Превосходно Заклинание Карп Эритрактум Подходит и для того Чтобы пользоваться Рычагами Найди на стене Рычаг И воздействуй На него заклинанием Ну это очень легко Я попытаюсь Конечно найти Все тайные комнаты Если конечно получится Первый практикум Обычно самый легкий И он как бы Рассчитан для обучения Поэтому я не думаю Что сложно будет найти Все щиты Звезды Я не могу привыкнуть Что мы щиты собираем Карп Эритрактум Плитка Кажется на нее Нужно воздействовать Заклинанием Спангифай Или нет Примени на эту плиту Заклинание Спангифай После этого Она сможет Подбросить тебя В воздух А вот и Спангифай Друзья Вспомни его Вот и оно Спангифай Тебя прыгни на эту плиту И поднимешься В воздух Ну это мы знаем Для прыжка Щелкни правый При помощи Карп Эритрактум Можно перемещать Предметы По направлению К себе Посмотри Есть ли вокруг Предметы На которые Можно воздействовать Заклинанием Если да Заберись На такой предмет Да вот же он Карп Эритрактум Тот же Дефиндов Только Дефинда У нас Толкал предметы Ну в принципе Отодвигал Когда нажимался А этот Здесь теперь Вытаскивает То есть Дефинда Разделили на два разных На два отдельных Заклинания Смотрите Вот это вот Птичка вверх И более большая Галочка Тоже вверх Ну что ж Замечательно Сейчас я проверю стены Но кажется Здесь ничего нет И наш первый щит Всех поздравляю С нашим первым Замечательным щитом Отлично Депульсо Давай Конфетки наши Которые напоминают Больше крашеные яйца Чем конфеты Но выглядят Намного интереснее Через такие ямы Вполне можно перепрыгнуть Нажми и удерживай Клавишу со стрелкой Вверх И ты побежишь В сторону ямы Когда добежишь До самого края Не отпуская клавишу Щелкни правой кнопкой мыши И ты совершишь прыжок Депульсо Я его совершил Это меня учат прыгать Да? Ничего себе Это я как-то уже Догадался бы перепрыгнуть Ну что? Отлично Ой Что-то я тут нажал Ух ты И нашел секрет Наверное комнату Да? Что я сделал только что? А вот этой штуки не было А я могу теперь Попасть туда Что здорово Не было вот этого Вот Притяжения О! Появилась первая комната Так что Нашел? Да, друзья Я нашел первую с вами Комнату тайную Жалко нет звука Вот это упущение Очень большое Когда мы находили Тайную комнату Просто нет мета Мелодии Когда ты находишь Что-то тайное Играл звук А здесь его Он если есть То очень тихий И не очень такой яркий Ладно Ладно Что есть То есть Мы с вами Нашли вторую Карточку Сразу же указывается Сколько у нас Карточек уже найдено Сейчас посмотрим Что тут А что это за Пардон Что это за Знаменитые вампиры Категория Сэр Герберт Орней 1858-1889 Викторианский вампир Просуществовавший Недолго По меркам Живых мертвецов В 80-е годы 19-го века Охотился На лондонских Женщин Был уничтожен Особым отрядом Департамента По надзору За магическими Существами Понятно Узнаем Что-нибудь О вампирах В этом Гарри Поттере Что мы дальше Будем делать Почему отсюда Не прыгаем Ну что ж Поздравляю всех С найденной Первой Кот Надо Ну это как Рычаги Тот же эффект Да Абсолютно Такой же эффект Как и нажатие На рычаги Хорошо Главное Не разбиться Но я думаю Не разобьюсь Поздравляю всех Со вторым щитом Годится Годится И выходим Я думаю Здесь ничего нет Я так осмотрюсь И сохранение Отлично Профессор Люпин Что-то это существо Выглядит как-то Недружелюбно Рон Это чертик Имею ввиду Он кидается Взрывающимися хлопушками В такой ситуации Заклинания Обычно Бесполезны Старайся не допускать Чтобы волшебные хлопушки Сталкивались с тобой В полете Когда они на земле Их можно поднять Будь осторожен Если ты промедлишь Хлопушки Взорвутся Понятно Давай Рон Посмотрим Получится ли у тебя Подобрать хлопушку И бросить Ха-ха Воу Подкрепление Шикарно Двоих сразу Дабл шот Циквенное печенье Оно стоит Гораздо дороже Конфеток Чертят решили Видить и усилить Они теперь у нас Не просто заклинаниями Убивать А их нужно Взорвать С помощью петард И плюс Такой бой у нас Уже был с драком Алфоем В прошлой части В прошлом прохождении Тайной комнаты Когда мы с ним Бросались петардами Поэтому для меня Это все Не ново А вот жабка Жабка кстати В этой части Совсем никуда не спешит Это довольно печально Потому что Тогда даже Забавно было Ловить жаб Оно немножко раздражало Но Все таки Что то Какой то шарм В этом был Ладно Идем далее О нет Надеюсь Этот шум не то О чем я подумал На каких А вот Пикси Правда тут Не сразу Их можно убивать А через какое то время Отлично У меня опыт Сохранился Прошлых сражений Ух ты Волшебный кекс Фред с Джорджем Наверняка дадут за него Намного больше Чем за конфетки Шикарно Нас просто здесь Закармливают И еще одну жабу дали И еще одну жабу дали И на случай Если совсем все плохо Еще одну жабу дали Сундуки кстати Несколько раз Можно открывать Такой особенности В прошлой части Не было Сундуки были Одноразовые все Ну что Нечего здесь делать Я вообще не знаю Где тут тайные комнаты Искать Я уже довольно много Прошел Всем привет О Внизу есть что то Щит Внизу есть щит И мы его с радостью А как А вот он Сами отдали Третий щит У нас В кармане Никаких кнопок Я не вижу Вообще И тут какое-то Серьезное Пространство Где можно разбиться Снова лягушка Она никуда не бежит У нас И это может быть С одной стороны Хорошо Страшновато Да ладно Это не страшновато Ты не видел В прошлой части Рун Когда спал У себя В кровати Что Гарри переживал В прошлой серии В прошлой Прохождении Вернее Смотрите Тут какая-то еще хрень О Вторая комната Вторая найденная комната Отлично Ну правда Несложно Ее спрятали Три Карточки Посмотрим Что за третья Тоже вампиры Амарио Леста 1776 1977 Знаменитый Американский Вампир Автор книги Монолог Вампира Написанный Так Чтобы скучающий Читатель Впал в ступор И сделался Для вампира Легкой добычей Вот она Речь идет О дневниках Вампиров Или как они там Называются Я забыл Интервью Вампира Точно Был фильм И видите Подстраивают Историю о вампирах Уже в мир Гарри Поттера Так Тут много Всяких Сияющих Штучек Я кстати Могу висеть Какое то Время И спешить Не надо Сбрасываться У нас Рон прокачанный Легко На одной руке Висит На палочке Тренировался Видимо летом В норе своей И здесь Тоже Повисеть Немного Отлично Что это Это дополнительная Карточка О Нет не карточка Это Щит Да Скрытый щит Но не тайная комната Это не тайная комната Ну и ладно Окей Все здесь Надеюсь что все Я не знаю Нашел я все Что хотел Или не все Сейчас еще посмотрю Вниз Вниз Но не думаю Что здесь сильно Будут что то прятать В первом же практикуме Отлично Мы сохранились Стопаем дальше Депульсо 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 Конфеты Конфеты А вот Проверять Не там яма большая Там разобьешься Точно Хотя можно попробовать Но вряд ли Я не думаю Что там секретную комнату Засунут Потому что Темнеет Внизу Когда внизу Темнеет Обычно Прохода там Быть Не может Опа Профессор Он Это Огненный Краб Будь осторожен Он Плюется Огнем Из Задницы Для Рона Это все В новинку Он Понятное дело Этих крабов Не видел Все Гарри Поттер Делал И поэтому Он удивлен Ребята скажите Что отсюда Есть выход Ребята скажите Вот это Странное Окошко Очень Странное Не знаю Так Мне кажется Я уже пропустил Да Хрена Все Слушайте Мне еще Запротивляются Годится Там мы Что-то Закрыли Здесь нам Что-то Дали Большое Количество Лягушек А именно Две Что здесь Вообще Где комнаты Искать Сколько у меня Комнат Две Все Найдено Вы Че Вообще Где Их Находить То Так Это Что Ух Какое-то Огромное Огромный Участок Посидим Пока Здесь Годится Здесь Снизу По-моему Ничего Нет Опа Пикси На Тебе И Тебе Место Кстати Здесь По идее Должно Что-то Быть Почему Здесь Нет Тайных Комнат Как Они Выглядят В Этой Игре Ого Они Думали Что Я На Пикси Столько Потрачу Здоровье Они В Меня Не Верят Вот Здесь Вот Это Вот Я Заберу А Тайных Комнат Все Нет И Нет Хотя По идее Должны Уже Быть Я Уже Нашел Ищит Пятый По моему Да И Дверь Уже Открыл И Сохранился Уже Даже Так Иди До свидания Задница Какая Это Мы Вытащим Карп Рект 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 Есть А Прыгать Не Надо Стоп Тут Рычаг Еще Один Вверху Блин Да Не Этот Я Хотел Дернуть Вот Этот Я Хотел Дернуть Тут Надо По Аккуратненькому И Вон Там Есть Рычаг Но Туда Не Допрыгнешь Сейчас Посмотрю Что Тут Депульсо Немного Конфет Депульсо И Открытие Решетки Плюс Плюс Переход На ту сторону Есть Возможность Перебежать Так Надеюсь Все В Порядке Оп Оп Шестой Щит А Комнат Нет Комнат Нет Где Эти Комнаты Кто Нибудь Я Ничего Не Пропускаю Здесь Что Это Загрузка Игры Нифига Себе Здесь Игра Поделена На Две Части С Под Загрузкой Не Так Как Раньше Все В Одно Все В Одной Плоскости Давай Иди Так Сзади Что-то Открылось Этого Не Было Здесь Проход Вот Штуковина Открылась Или Это И Было А Тут Чего-то Не Хватает Скорее Всего Мостика И Сундук Там Есть Но Он Далековато Пошли Посмотрим Что Тут Внизу О Какой-то Интересный Рычаг Который Выдвинул Нам Мостик Благодарим Его За Это Опа Нифига Себе О Еще раз Можно Нифига Себе Смотрите Вот Фигни Сколько Надавали Нам Вот Это Голубой А Все Да Хватит Раскатал Губу Теперь Можно На Мостик О Сундук Сундук Пододвинули Кстати У нас Уже Седьмой Щит И Очень 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 Много Конфет Яиц Или Чего Это Амбарки Боц Странно Что Картина У нас Не Взаимодействует Со Мной Все Сундук Свой Отработал Здесь Я все Собрал Идем Дальше О Что-то Интересное Что-то Очень Интересное И вон Там Вверху Есть Тайный Ход Внизу Ничего Не Вижу Надо Как-то Вверх Пробраться Подтягиваемся Переходим На Этот Ярус О Там Щит Я Его Уже Вижу Активируем Вот Этот Переходничок И До Убираемся Нет Да Вон Там Есть Проход Прямо К этому Щиту Шикарно Еще Депульса Какой-то Ну Конфет Что-то Нам Не Дали А Восьмой Щит Мы С Вами Нашли А Это Тайная Комната Скорее Всего Да Третья Тайная Комната Обалдеть Очень много Конфет Очень много Конфет И Четвертая Карточка Кого Тоже Вампира Да Леди Кормила Сангвина 1561 1757 Купалась В крови Своих Жертв Чтобы Сохранить Молодость И Красоту Понятно Это Как Леди Батори Слушайте По-моему Я пропустил Центральную Карточку Наверное Должны Были Идти Вот Так Где-то Тайную Комнату Я упустил Ну что ж Это Не беда Мы Ее Найдем Что-то Где-то У меня С вами Пропустилось Но Ничего Ничего Страшного Не беда Да-да-да А может быть И беда Так Тихо Вот Здесь Мы Быстро Спустились И Продвигаемся Дальше Сохраненец Годится Много Много Всяких Вкусностей И Полезностей И Снова Сражение Дайте мне Всех Четверых Одной Бомбой Не Получилось Хотя Нормально Хотя Нормально Пока Давай Давай Мне нечем Стрелять Тебя Дай мне Свою Конфету Прощай Ублюдок Вот Кстати Здесь Что-то Тоже Есть Секретное Так Что-то Мы Здесь Взяли Берем И Вот Эту Можем Еще Одну Взять Вот Воу Воу Сюрприз Слушайте Их Их Добивать Можно На Земле А Может И Не Нужно Может И Не Нужно Теперь Можно Брать Так Что Это За Флаги Пока Молчат Годится Депульсо Берем Вот Эту Штуковину Он Обернулся И Этот Обернется Наверное Да Их Здесь Много Офигеть Сколько Конфет С них Выпадает Ах Четыре Набрал Так Набрал Так Что Этот Взял Пятую Какую-то Карточку Взял Не Четвертую Бладвин Блад 1923 Года Рождения Известен Как Вампир Из долин Прославился Звучным Баритоном И Привычкой Петь Своим Жертвам Прежде Чем Укусить Их Понятно Рад Познакомиться С Певцом Вампиром И Здесь По-моему Ничего Нет Мне Сюда Надо Как-то Попасть А Как-то А Вон Проход Есть Есть Сюда Возможность Попасть От Как Не Знаю Как Пока Что Без Понятия Че Я тут Прыгаю Зачем Я тут Прыгаю Непонятно Охренеть Где тайны Комнаты Что-то Я не Вот она Блин А Вот Все Теперь Я понял Как туда Попадать Туда Очень Легко Попадать Вот Эта Комната Сейчас Меня туда И приведет Да Это И есть Этот Секрет Спонгифай И выпрыгиваем Прямо На щит Есть Друзья Девятый Щит Девятый Щит И Валим Дальше А Вот Зачем Эта Штука Я Даже не пройду Через эту дыру Кстати Подсказка Неплохая Если что-то Нужно найти Я могу Это Отыскать Так Тут у нас Что Афиг его Знать Что там Что там Что там Что там Горит Так Депульсом И Здесь Много Всяких Полезных Штуковин Готово Готово Включаем Вот это О Друзья Последний 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 Десятый Щит А комнату Одну Мы с вами Пропустили Ладно Я надеюсь Будет Повторная Возможность Перепройти Эту Штуковину Я Отыщу Эту Комнату Обязательно Отыщу Хотя Можно было И попроще Но мы Не ищем Легких Путей Да Одну Комна Это Выход Уже Одну Комнату Где-то Я Упустил Ну и Хрен С ней Давайте Посмотрим Что Будет Молодец Рон И Ты Нашел Все Десять Щитов Шикарно Это Означает Что Ты Можешь Посетить Призовую Комнату Что Серьезно Ух Ты Ух У нас Совпало Настроение Постарайся Собрать Как Можно Больше Конфеток Пока Время Не Стекло А Все Никаких Я вижу Никаких Никаких Соревновательных Моментов Смотрите Я тут Открыл Сундуки И Мне Дали Еще Больше Конфет Чем Можно Найти Нифига Себе Это Сундуки Открывает Эта Штуковина И Не Надо С Факультетами Соревноваться Видите Как Все Просто Легко Так Я Может Конечно Неправильно Иду Как Но Мне Нравится И Так Мне Нравится И Так Я Так Соберу Сейчас Здесь До Хренища Все Плюс Еще Рыцари Выплюнули Много Конфет Из Себя Так Там Одну Наверное Пропустил Но Это Не Важно Давайте Прыгнем Шикарно Просто Чудесно Собираем Дальше Собираем 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 Давайте Здесь Еще Прыгнем Здесь Можем Упасть И Здесь Прыгнем Вот Это Я Зря Сделал Хотя Хотя Вот Эту Восьмерочку Еще Никто У Нас Не Отменял Годится Внизу Есть Что Конечно Есть Ну Все Все Что Я Смог Я Собрал Нормально По Моему Почти Все Собрал Единство Единство Что Не Нашел Тайный Компорт Через Эти Двери Мы Можем Вернуться К Выполнению Любого Практикума Рон Если Хочешь Выполни Еще Раз Практикум По Карп Ритрактум А Еще Мы Можем Пойти Погулять По Школе Рон Иди Первым Шикарно Просто Шикарно Сколько У нас Конфет А Да Не Нашли Мы Одну Зараза Комнату На Текущем Уровне Ничего Страшного Ничего Страшно Где Наши Конфеты Почти 700 Конфет Нашел 23 Тыквенных Печенья И Еще Запас Волшебных Кексов Правильно Да Все Да Все Верно Карта 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 У нас Недоступна Естественно Ее нужно Сначала Достать Ну что Одна Секретная Комната Мне не Дают Покоя Друзья Я думаю Она Где-то Ты Хочешь Еще Раз Выполнить Практикум По В прошлый раз Я нашел Все Что Можно Рон Внимательно Смотри По Сторонам Некоторые Секреты Очень Хорошо Спрятаны Удачи Тебе Да Уж Точно По Сторонам Надо Смотреть Это Сейчас Я Быстро Очень Пробегу Потому Что Скорее Всего Где-то В углу Что-то Где-то Я Не Заглянул И Где-то Что-то Не Взял Ну А Во Всем Остальном Я Эту Территорию Следовал Очень Тщательно Да Там Я Был По Любому И Там Я Тоже Все Проверял Можно Сохраниться Ну И Где Вон Мать Его Друзья Охренеть Как Я Не Увидел Интересно В Первый Раз Я Что Голову Туда Не Поднимал Вон Она Еще Сундук Да Нет Ее Точно Не Было Наверное Она Открылась Позже Когда Я Шел Потому Что Ну Как Ее Можно Было Не Заметить Я Б Обязательно Ее Увидел А Скорее Всего Скорее Всего Я Вот Этих Все Пятая Друзья Вот Она Есть Я Вот Этих Рыцарей Шлепнул И Охренеть Сколько Конфет И Пятая Пятая Карточка Пятая Шестая Карточка Но Пятая Вампирская Вот Это Чуть Прототипа Графа Дракулу Мы с вами Не потеряли Скорее Сего Она Появилась Когда Я Активировал Вот Этих Двух Рыцарей Вот Эта Штука Открылась Вот Как Такие Хитрости Бывают У нас С вами И Теперь Нужно Просто Покинуть Этот Практикум Теперь Все Теперь Все Четко Пять Из Пяти Ну И Вот Я Уже На Месте Друзья Не Стало Это Все Снимать Прохождение Чтобы Побыстрее Молодец Рон Закончить Это Все Молодец Рон Два Нас В комнату Не Отправили Ну Что Идем Давай Рон Веди И Несмотря На То Что Мы С Вами Упустили Одну Комнатку Рон Потом Пошел И И Справил Свою Ошибку Все Пять Из Пяти Десяти Десяти Друзья Нам Теперь Только Сэйв Где-то Отыскать И Пошла Загрузка Игры Интересно Где Нас Сейчас Выпустят Карты Нет Слушайте Кажется Мы В боковой Комнате Я Слыхала Об Этом Месте Через Портреты Можно Попасть На Любой Этаж Школы Эх Где бы Найти Пароли Гарри Поттер Ты Это Мне И Нужен Привет Фред А Где Джордж Наверху В Магазине Гарри Вот тебе Подарок На Рождество Карта Мародеров Она Поможет Тебе Пробраться В Любое Место В Хогвартте Ух Ты Спасибо Фред Ты Можешь Воспользоваться Картой В Любой Момент Для Этого Нажми Клавишу Тап Ладно Идите За мной Наверх Я Проведу Вас В Лавочку Ну Нифига себе Друзья Нам уже Сразу Дали Карточку Мародеров И Вот Она Уже Буля Совершенная Смотрите Это Мы С вами Что-то Никого Больше Кроме Нас Здесь Не Показывается Смотрите Какая Огромная Школа Обалдеть Друзья Нас Ждет Снова Открытый Мир Ооо С Восьми Полноцен Полноценными Областями И Здесь Четыре Тайные Комнаты Вот Именно На Этаже Находится Ну Что Друзья Давайте Сохранимся Самое Время Думаю Сохраниться Первое Испытание Мы С вами Прошли Успешно И В следующей Серии Посмотрим Что Там За Лавочка У Фреда И Джорджа И Возможно Потратим Наше Сокровище Которые Исчисляются 714 Конфет 23 Тыквенных Печенья И В 9 Запасов Волшебных Хексов На этом Все Друзья Спасибо Что Смотрели Если Понравилось Ставьте Лайк Подписывайтесь На Канал С вами Был Дмитрий Канал Шедвель Игровые Меры До Новых Похождений В Хогвартсе Пока